А если будут на площади собирать митинги протеста, вы пойдете туда? Можно с ним. А если вы помните, весной все начиналось с антисланцевых митингов, потом начали слать письма Путину, а потом пришли сюда российские боевики. Вы хотите, чтобы опять это повторилось? Нет. Но протестовать против газа все-таки будете? А почему вы считаете, что это вредно? А вы заходите в интернет и вы там всю информацию видите, что такое сланцевый газ и как он вредный, почему его хотят убрать за ним. А вы доверяете той информации, которая в интернете есть? Вы не сомневались в ее достоверности? Нет, я не сомневалась. Нисколько. Если вы помните, в Славянске, в принципе, все движение начиналось именно с протестов против сланцевого газа. А потом уже начались письма Путину и пришли вооруженные люди. Как вы думаете, может кто-то хочет возобновить это все? Ну, трудно сказать. Мы вообще плохо разбираемся сейчас в ситуации, потому что мы же истины не знаем, не знаем, где правда. За красивыми словами не всегда поймешь, что на самом деле истина. Поэтому мы как слепые котята. Что там будет, как будет. Мы от многого зависимы, от нас, в общем-то, ничего не зависит. Но если будут собирать митинги опять на площади против сланцевого газа, как вы к этому будете относиться? Вы же понимаете, я не буду к этому относиться, никак не выйду на вид, потому что я не знаю, насколько сланцевый газ и его добыча будут влиять на нашу жизнь. Что вы об этом думаете? Ну, что правильно делают. Правильно? А почему вы так считаете? Ну, это угроза в окружающей среде. А если будут митинги опять на площади собирать против добычи сланцевого газа, вы пойдете туда? Пойдем. Если будем свободны, то пойдем. Я тоже пойду. А вы тоже пойдете? Конечно. А почему? А зачем? Природа и так уничтожена этими бомбами и косморными, которыми стреляли с карачуна. Природа и так уничтожена этими бомбами и косморными бомбами и косморными бомбами и косморными бомбами. Природа и так уничтожена этими бомбами и косморными бомбами.